Совещание начали с хороших новостей. На прошлой неделе состоялось заседание правительства Российской Федерации, на котором премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил о выделении регионам более 3 миллиардов 700 миллионов рублей на строительство инфраструктурных объектов. Так поддержка государства позволит завершить строительство инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Фруловича Горячева уже в этом году. Хочу поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина за поддержку, которую оказывает федеральный центр нашему региону. На штабе по комплексному развитию региона Алексей Русских объявил о новых кадровых перестановках. Владимир Пушкарев назначен новым заместителем председателя правительства региона. Он будет курировать министерство ЖКХ и строительство, природных ресурсов и экологии, а также агентство государственного жилищного надзора Ульяновской области. Кроме того, в связи с переходом на новое место работы с 1 августа кабинет министров покидает министр транспорта Ульяновской области Сергей Воронцов. Руководить данным направлением и совмещать должность заместителя председателя правительства и министра транспорта Ульяновской области будет Евгений Александрович Лазарев. Все мы понимаем, что дорожно-транспортная сфера – это одно из важнейших направлений для создания комфортных и безопасных условий жизни людей. Евгений Лазарев уже взял в работу поставленные перед ним задачи и рассказал на совещании о реализации муниципальных программ по ремонту автомобильных дорог Ульяновской области. Извинение государственной программы. Таким образом, общий объем средств на 2024 год, который направлен на дорожную деятельность муниципального образования, составляет 2 миллиарда 463,9 миллиона рублей. Из которых 2 миллиарда 301 миллионов рублей – это средства дорожного регионального фонда и 162 миллиона рублей – это средства местного бюджета софинансирования по объектам дорожной деятельности. Среди других вопросов – проведение капитального ремонта в образовательных организациях Ульяновской области. Наш регион не первый год участвует в федеральной программе капитального ремонта школ и колледжей. Успешная реализация проекта подтверждает его необходимость для жителей региона – детей и учителей. Сейчас в моменте 11 образовательных организаций находятся в состоянии капитального ремонта. Три из них – это школы с двухгодичным исполнением контракта, а это значит в 2024 году текущий ремонт начат и в 2025 году он будет завершен. И 8 объектов на территории 6 муниципальных образований – это школы с одногодичным исполнением контракта. В Ульяновской области продолжаются работы по дегазификации домовладения на территории садовых некоммерческих товариществ. Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства области на портале единого оператора газификации в форме инвентаризации на сегодняшний день размещены сведения о 64 СНТ. Работа по инвентаризации садоводческих некоммерческих товариществ продолжается. На совещании также обсудили обращения граждан. Жители поселка Цемзавод попросили губернатора отремонтировать купель. Алексей Русских поручил главе Сенгелеевского района Михаилу Самарину немедленно решить вопрос и отремонтировать ступеньки в купели. Садоводы СНТ «Здоровье» пожаловались главе региона на председателя. Губернатор поручил Министерству сельского хозяйства региона разобраться в ситуации и провести проверку по вопросу возможного превышения полномочий. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ